Работа хорошего участкового несовместима с ленью. Чтобы досконально знать свою территорию, лет 200 назад она называлась околотком, нужно не один раз за день померить ее ногами. Пообщаться с обычными гражданами, а на одного современного околоточного приходится в среднем по 5000 человек, проверить поднадзорный контингент, первым узнать обо всех изменениях и новостях. В межмуниципальном управлении МБД России Одинцовская сегодня насчитывается 113 участковых. Несмотря на то, что служба у них нелегкая, вакантных мест нет. При том, что требования к сотрудникам отдела высоки. Приветствуется хорошая физическая форма, привлекательный внешний вид, профессиональная коммуникабельность. Требования не только я предъявляю, но и наша система МВД предъявляет. У нас есть специальные дни спортивные, когда они должны заниматься спортом, есть дни, когда они занимаются стрельбой. Соответственно, есть у меня сотрудники, которые выступают на соревнованиях и по самбо, и по боевым приемам всем. Есть сотрудники, которые занимают места. Обязательно участковый полномочный по всем приказам, по всем нормам должен быть вооружен. И участковый полномочный должен в форменном обзировании быть, чтобы обозначать себя гражданом, что он полицейский. И табельное оружие, оно должно быть всегда. Ситуация бывает разная, и подход должен он уметь найти к любым людям, гражданам. Поэтому должны быть психологически еще образованы. За 9 месяцев года служба продемонстрировала отличные показатели. Раскрыто 695 преступлений, на 10% больше, чем в 2017. Расследовано 393 уголовных дела по преступлениям двойной превенции. Одинцовский район один из самых густонаселенных в Подмосковье, поэтому нагрузка на участковых иногда в полтора раза превышает среднеобластные значения. По административной практике на одного сотрудника службы приходится 9 протоколов в месяц. Одно из наиболее важных направлений работы сегодня – контроль за пребывающими в муниципалитет мигрантами. Миграция оттуда вырастает у нас. И тяжкие преступления, и также на бытовой почве, кражи. Все в основном по статистике совершают это мигранты. Это первое, то, с чем мы боремся – это незаконная миграция. Мы имеем первое место по области. Ну, соответственно, это уже превенция, административные правонарушения также входят в обязанности. В этом году у подразделения есть еще одно достижение регионального уровня. На областном этапе конкурса «Народные участковые-2018» лучшим в Подмосковье был признан представитель Звенигородского отдела Одинцовского управления, старший лейтенант полиции Алексей Соболевский. За него сыграли высшее юридическое образование, серьезные спортивные достижения и безоговорочная любовь проживающего на участке населения. Хотелось бы поблагодарить его за службу. Также, я думаю, ко мне присоединятся граждане, которые болели за него, которые, я думаю, что он этого достоин, молодой участковый, и хотелось бы ему пожелать удачи и карьерного роста. Без грамотной работы по предупреждению преступлений, которую ежедневно ведут участковые и уполномоченные, служба других подразделений Одинцовского управления полиции значительно усложнилась бы. Да и жизнь простых граждан на подотчетной территории хорошего участкового намного проще и безопаснее. С этим не поспоришь. Хочу поздравить свой личный состав с 95-й годовщиной образования службы участковых и уполномоченных. Пожелать всем здоровья, счастья, семьям, чтобы понимали всегда их отсутствие дома. Хотелось поблагодарить родителей за то, что их сыновья имеют такой статус службы. Надо любить свою семью, прежде всего, граждан, которым мы помогаем. Тогда у них все получится. Я вас поздравляю.